Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Гол и весел. Здравствуйте, уважаемые слушатели! День-то какой хороший, уже практически летний. Это программа «Гол и весел» в студии Голиков и Веселков. Здравствуйте. Сегодня мы традиционно расскажем вам самые новые, просто новейшие, вот простите за крупную масломасляные новости из Кирской области. И поможет мне в этом, естественно, как всегда, добытчик новостей главной всей области Николай Голиков. Гол и весел. Сообщает Прикамская «Новь». Верхнекамские безработные собрались, значит, разводить кроликов, а развели, знаешь, кого-чего? А? Государство. О, видишь, сразу первая новость, сразу интрига. Ну что, ну что там, кто там на этот раз-то, ну дадут реальный срок там вообще там, ну что там, удастся ли что-нибудь? Я не туда замахнулся, тут без уголовного вроде. Без малого два года учили в Верхнекамском ЦЗН группу безработных выращивать растения, ухаживать за коровами и разводить кроликов. А. В завершение процесса из обучившихся сформировали четыре сельскохозяйственных потребительских кооператива. Названия такие. Надежда, это интересно. Хорошая. Оригинальная. Оргинский, Златоцвет и Белый Великан. Это, видимо, кролик такой. Да. А каждому из новоиспеченных кооперативов... Кооператоров? Кооператоров. Ну да, по 58 тысяч 800 рублей на приобретение оборудования и молодняка. Ну, тут что делать? Понятные, прибыльные кролики. Ну, что я рассказываю? Может, множество-то размножаются. Это же вообще быстро их даже уговаривать не надо. Ну, что, кооперативы-то преуспели? Ну, как бы не так. Ожидаемого эффекта затея не принесла. Хуже того, два кооператива «Надежда» и «Белый Великан» сегодня находятся в стадии ликвидации. Безнадега. Не справились, да. При этом вернуть розданные кооператорам сотни тысяч государству уже не удастся. Один год, который было положено отработать по договору, те, честно, продержались. Да. Ну, как с кроликами так, слушай, получилось. Может, им надо было сначала на кошках потренироваться, да? А может, знаешь, не надо было безработных привлекать. Они же, поди, и безработные-то были потому, что им и без работы жилось хорошо, а тут на тебе, иди, кроликов разводи работы. Работай, да. Сообщает сайт Кирсити.ру. Хорошая, добрая новость про кирсинскую молодежь, которая соорудила себе кегельбан из пустых бутылок футбольного мяча. Вот молодежь, ну, никак ее не приструнить. У нее, у молодежи, велопарад отбирает, парка лишает, там дома строит. А она, молодежь, все равно стремится жить. Не, ну, Ром, верно ж, песня пелась. Не задушишь, не убьешь. Ну, так вот, короче, про бутылки и мяч, да? На настоящий боулинг, да, вот этот, с ровными дорожками, автоматической подачей шаров, там, да, конечно, вот эта разновидность местной кирсинской популярной игры, похоже, не очень, да? Однако и смысл развлечений, и, главное, азарт, он точно такой же. А что, а то, что кегли сделаны из обрезанных пластиковых полторашек, да? И сбивать их надо футбольным мячом, ну, это же разве проблема? Не проблема. Зато, смотри, вот для глазомера, для координации рук, вот тренировка, что надо. И ведь, смотри, и старожилы, главное, одобряют. Молодцы, говорят молодежь. В нашем детстве тоже развлекательных центров не было. Не было. Не было, и ничего. Ничего не было. До боулинга мы, правда, не додумались, но они, видимо, и слова такого не знали, да. Но не додумались до боулинга. Но в городки, в банку, в квадрат, в чику, в биту, в жопу, в сифу, в триста, бывало, резались, только шуба заворачивалась. Вот. А нам и не надо эту вашу инфраструктуру-то. Мы без парков и лесопедов проживем. Вот, например, Киров, город боевой танкостроительной славы. Тут теперь ведь на каждом углу строют. А если причем на углу стоит здание старинное, или там парк Победы мешает, то их сразу сносят, чтобы не мешали прогрессу и экономическому чьему-то росту. Вот, и на фоне этого вот роста экономического чего-то, да, общей деградации людей, принимающих решения, наша молодежь из строительного мусора сама создать себе и вот эти велодорожки, и парки, и кегельбаны, и прочие полезные развлечения. В общем, на нее, родимую молодежь, собственно, и вся надежда. Гол и весел. Вот, пишут слободские куранты. Не пилились еще шутники на слободской земле. Да вроде всегда их там хватало. Вот, да, так и пишут. Да, вот, значит, теперь, похоже, на дороге города Слободского уже черные юмористы-то вышли. Да, ведь что развеселило? Деревянный крест, установленный неизвестными гражданами в деревне Денисовы. Аккурат посредь проезжей части дороги, по которой курсируют автобусы маршрута. Прямо на дороге? Да. Ох, молодцы. При этом изначально, как выяснилось, в дорогу было вбито простое бревно. Ой, хорошая шутка. Сплошь и рядом, чтобы предостеречь водителей о глубокой яме, в которой за один день успели застрять два рейсовых автобуса. Но кто-то, видимо, счел данный дорожный знак недостаточно информативным и, приколотив к бревну две поперечные доски, превратил его в кладбищенский крест. Сразу так информативно стало, да? Ну, двусмысленно. Ну. Сразу понятно, чем обернется для водителя заезд в эту яму. Хорошо бы, чтобы это был бы знак тем, кто эту яму допустил, как некий, знаешь, намек. Крестик мы тут поставили, напоминалочку. А, кстати, вот это слабоское, вот если вот Киров так начать лететь, да, ведь у нас на каждом углу будет по такому кресту. Там ведь даже разбавлять еще придется, потому что где-то, конечно, и крест, да, а где-то уже гранитный камень придется ставить. Таких громадных размеров у нас в ямки-то попадаются. Да. Да, кладбище просто-таки, а не город. Что характерно, Павел Кошкин честно сказал, крыть дороги не начато, только залатать сможем. И за это Павлу Кошкину уже крестик, и даже вот эту галочку точнее поставить надо. За честность. И вот новая новость опять про бездорожье. Это сообщают о Мутинске Вести Плюс, твоя любимая газета. О, родненькие. Вятское бездорожье, это не всегда плохо оказывается. Вот Вятское бездорожье спасло песковских псов от отлова и стерилизации. То есть собачки попрятались по ямам. Смешно, ага. На самом деле, немножко не так-то, что все гораздо печаленнее. Еще, оказывается, в середине апреля должны были приехать в Песковку, это в Мутинском районе, как ты уж понял, да, специалисты по отлову безнадзорных животных. Так, по крайней мере, было обещано в районной администрации, что в середине апреля приедут. Но, видишь, на календаре это уже середина мая, да, вон какая погода летняя. А собачьи стаи как бегали по поселку, облаивая местного обывателя, так и бегают. Если бы только облаивая. А то буквально за первые майские дни уже семь человек, в том числе пятеро детей, обратились в поселковую больницу с жалобами на укусы собак. То есть они еще и кусаются. При этом, смотри, как выяснилось-то, специалисты-то вот эти по отлову животных в Песковку, то они выехали вовремя. Вот только доехать до места, из-за в конец раскисшей дороги, у них никак не получилось. Так что песковчанам придется еще смесь сок подождать, пока попросохнет. Вы, песковчане, дома сидите, там держитесь. Помощь близко, только доступ к вам должен просохнуть. Главное, в депрессию не впадайте, а то вдруг еще запьете там с горя. О, дорога просохнет, а вы уже не просыхаете. Ну, в смысле, от слез, обиды, мокрые совсем. А с собаками пока, ну что с собаками? Пока через щели в заборе вот общайтесь, приручайте как-нибудь. Ну, собака же она, ну, друг человека, да? Ну, мне вообще-то всегда казалось, что друзья человека — это дорожные службы, там, коммунальщики. Но время показало, что только собаки к людям и тянутся. Кусаются, правда, но... Эх, быстрее бы просохли дороги. О, а то вот советский район не выдержал, там уже точно не просыхает. О! Большой бедой стал для советского района пьянство его населения, сообщает нам вести Трехречки. Да что ж они там, советские-то, жить-то стало веселее, они что, не в курсе, что жить-то стало веселее, да? Чего они пьют-то? Ну, что не знаю, вот сколько догадаться можно. Ну, это сколько. А столько, вот что вопрос о борьбе с зеленым змеем наряду со спайсами и маковой соломкой пришлось выносить аж на заседание районной антинаркотической комиссии. Не какой-то там местечковой. И ведь схватиться за голову есть действительно от чего. За один-четырнадцатый год на советских дорогах были задержаны 230 человек, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного пьянения. Из них около сотни повторно. Им понравилось. При том, что еще 80 водителей от медицинского свидетельствования отказались, а. Не все, ладно, и на советских прилавках. Буквально на днях в одном из магазинов бытовой химии полиция обнаружила 422 литра спирта, содержащей жидкости типа перчик. Оп. И владельца магазина... Сейчас, внимание, все замерли. И владельца магазина пришлось строго предупреждать о недопустимости нарушений правил торговли. Строго? Да, строго ему. Предупредили его строго. Но если строго предупредили за 422 литра перчика, да? Нет, за здоровье населения мы больше это. Не того, да. Не беспокоимся. Ставим плюсик. Потому предупредили ведь. Да. Строго-то. Строго. Значит, с жителями советского района покончено. Да. С такими методами борьбы с населением скоро будет покончено окончательно. Главное строго. Нет, главное, конечно, строго. И с пугом. Потому что, вообще, говорят, со страху человек даже может какое-то время не пить. Зато потом... Да. Да. Гол и весел. Каких только бед не испытали за последние годы жители поселка Чурсья. Это в Апаринском районе. То электричества у них месяцами нет, то хлеба нет месяцами, то вообще никакой связи с внешним миром. А тут еще и Огонек решил прогуляться по дальнему поселку. Который, если ты не знаешь, хоть и относится к Апаринскому району, да? А фактически-то расположен на территории республики Коми. Сами мы не местные. Ну, типа того, с какого-то район-то, да? Сначала у них там полыхнул дровяник. Вот так, по крайней мере, сообщает Апаринская сорока, да? Потом по сухой траве стихия добралась до других хозпостроек и двинулась к жилым домам и лесу. И гореть бы этой Чурсье ясным пламенем. Кабы неслажены действия двух десятков жителей, которые самоотверженно сдерживали распространение огня, вплоть до прибытия личного состава пожарной части номер 43. О, прибыли. Да. Ну, спасибо местной предпринимателю, не растерялся. Он, знаешь, организовал экстренную доставку своей личной пожарной мотопомпы тепловозом из райцентра. Тем более, что у них своя мотопомпа-то была, да? Да. Была там в поселке. Чурсье. Она поступила, да, в Чурсье из администрации Апаринского городского поселения. Но только толку вот этой помпы не оказалось никакого. Во-первых, потому что в ней, извини, бензина не было. Так. А во-вторых, и человека не было специально закрепленного и обученного за ней, да? Вот так вот. Это у нас почему помпа такая поганая? Потому что у меня бензин. Да. Хорошо в Чурсье нашелся специально обученный предприниматель, который понимает, что его бизнес и его поселок спасет только... Только своя мотопомпа, свои соседи и своя собственная голова на плечах. А вот это были свои новости из Киевской области. С вами были свои Голиков и Веселков. До новых встреч. Через неделю встретимся. Пока. Пока. Гол и весел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова